Девушки отдыхают Значит, не хотите помогать следственному? Господи, ну хотите, укропье спросим Хочу Алик, замени, пожалуйста Толик, можно тебя на секунду? Тут вот интересуется, не был ли совершенно недавно у нас вот этот вот человек А, этот был, скандал с одним клиентом устроил, тебя тогда не было, еле вывели отсюда Говорит, устроил скандал? А случайно не с этим? Точно, с этим Спасибо Ну вот, совсем другое дело Могу быть полезен чем-то еще? Спасибо тебе За что? За то, что держалась молодцом, за то, что сразу бросилась помогать Ну а как иначе? Это естественно? У Анюты горе такое, представят страшно Она же теперь совсем одна, у нее кроме отца никого не было? Нет У нее все мы Мы ее считаем частью семьи И Геннадия считали тоже Да, у вас удивительная семья Ты теперь тоже часть семьи Я очень рада, что ты так говоришь Правда? Слава, у нас с тобой были очень непростые отношения И сейчас я стала тебе доверять Мне кажется, ты и правда меня Ася, что? Ася, договаривай Мне кажется, ты и правда ко мне неплохо относишься А это еще мягко сказано А ты? Как ты ко мне относишься? Я? Я очень хорошо к тебе отношусь Похороны послезавтра Я обо всем договорилась Все заказала Спасибо Да, при чем здесь спасибо? Гена нам не чужой человек Был Мы уже все как одна семья Я хочу Чтобы вы привезли Дину Ты уверен? Да Я хочу, чтобы она попрощалась Со своим родным дедом Хорошо, я займусь этим И вы сразу расскажете Дине все Что я ее мать А Светик ее отец Вы обещали Конечно Я не отказываюсь от своих обещаний Спасибо Отгорел фейерверк Перестало вертеться Шутихо Блеск одежд Карнавальных Обернулся унылым тряпьем Опустел Балаган И на рыночной площади Тихой То, что было театром Становится нашим жильем Мне не быть для тебя Ни волшебной звездой Ни богиней Я твой друг Орлики Потому и доводится мне Быть гораздо умней Чем положено быть Колумбине И гораздо добрей Чем положено просто жене Я до смерти с тобой Поделю и очаг, и подмостки Если заново поднят Я буду смеяться и петь И следить Чтоб завистник В той игре Не подсыпал и звездки И любить тебя так Как никто не сумеет посметь И любить тебя так Как никто не сумеет посметь И так Софья Андреевна Что вы делаете в нашем городе? Цель вашего, так сказать Визита Я искусствовед Вы знаете, что это такое? Ну, еще бы Так вот Ваш город Я приехала для того, чтобы Изучать достопримечательности Соборы Памятники Музеи У вас очень красивый город Вы знаете Российская глубинка Она таит в себе Да, почему без документов? Я их потеряла Или украли Я не знаю Понятно Гражданка Крестовская Она же Барыкина Она же Винер В Вологде Вы хорошо поработали Полгор Дабы Лапош Минуточку В Вологде Я была в последний раз На стажировке Студенткой Теперь к нам пожаловать Сынок Можно тебя на минутку? Ты мне нужен Я в гостиной Да, мам Сейчас иду Ну все, сейчас надо вставать Да Иди Достопримечательности вас интересуют Памятники Старины Давай-ка пиши Чистосердечное Колись давай Иначе я тебе такую Достопримечательность покажу Да как вы смеете Моя фамилия Ковалева Ковалева? Вы попадаете Под описание Крестовской Крестовская Вы Мошенница Посидишь здесь До установления личности Простите Это долго? Это столько Сколько нужно Если перед нами Окажется Крестовская Она же Барыкина То лет на пять Это точно Ну какая я авантюристка Я серьезная женщина И я искусствовед Так что Тут ничего странного Умер этот ваш Рыжов Рыжов От инфаркта Хотя мужик молодой Ему бы жить Дожить Странно Я читал его Историю болезни Язва у него была Но на сердце Ведь он не жаловался А что вы хотите Сердце Оно и есть сердце Работает себя Моторчик И вдруг Хлоп И готово Полтинник Опасный возраст Для мужиков А почему именно пятьдесят Ну Мне обязательно пятьдесят Для кого-то этот Перелом Может наступить Гораздо раньше Сорок пять Сорок Перелом Ну да Живет себе мужик Гус не дует Пьет Курит С женщинами балуется Ночами не спит И вдруг Откуда ни возьмись Начинают все эти вот Болячки выходить У кого Диабет У кого Почки А у кого сердце Ужас какой-то Это сплошь и рядом И ничего странного В этом нет Просто Полность ушла Организм говорит Стоп Хватит меня насиловать Это как говорится Такой Первый тревожный Звоночек Ну Для кого-то первое Для кого-то Он оказывается И Последним Последним Понятно Я возьму заключение Да Конечно Спасибо Будь здоров Серьезная женщина Искусствовед У меня от вас голова болит Выпить он Ольгинчик Разговорчики Так Адрес Место прописки Живо Простите Адрес и место прописки Это одно и то же Да Адрес Это место прописки Да хватит дурью маяться Я пишу Санкт-Петербург Улица Наставников Дом 30 Квартира 342 Да Хорошо Место работы Я числюсь Смотрителем В музее Некрасова Смотритель А говоришь Что искусствовед Ну как вы не понимаете Искусствовед Это моя профессия Моя жизнь То чем я дышу Можно ведь Писать статьи Делать научные исследования А числиться Простите Дворником Да Повезло В музее Некрасова Со специалистом Хватит Ладно Есть ли у вас Родственники Знакомые В нашем городе Нет Ни родственников Ни знакомых В вашем городе У меня нет Хорошо Проверим Доброе утро Доброе утро Что стряслось? Анюта все-таки Хочешь, чтобы мы Привезли Дину Надо что-то решать Ну а что решать? Надо просто позвонить В школу И все Хочешь, я позвоню Да не в этом дело Дине придется Рассказать всю правду А если помнишь Анюта требует Чтоб ты присутствовал При этом разговором Ну да, помню Но поприсутствуй Что в этом такого? Ты можешь попасть В крайне неловкую ситуацию Я? Я-то тут при чем? Как это при чем? Очень даже при чем Отец Диночки Светик А Светик Это ты? Ах да Я как-то с утра Об этом позабыл Да Тогда в общем-то Дурацкая ситуация Получается Вот именно Не позавидуешь Слушай, давай расскажем Анюте правду Скажем, что ты Ярослав Мам, нет Ни в коем случае Ну потому что Настоящий убийца Еще не найден Невинный человек Иван сидит в тюрьме Ася из-за этого Очень сильно переживает Мам Не зря же Я весь этот маскарад Затеял Надо довести дело до конца Нет, мам Я не могу сейчас Ну мы скажем Только Анюте Анюте? Анюта скажет Дине У Дины язык вообще без костей Завтра же об этом Будет знать весь город Ну и что нам делать? Как нам быть? Мам Ничего Я торжественно признаю Что Дина моя дочь Она все-таки Моя родная племянница Мне это будет несложно Тогда хочу тебя предупредить Сынок Сцена будет не из простых Да уж Да, Анюта Скажет все, что думает о тебе Вернее не о тебе А о Светике Как-нибудь выдержу Тем более я уже почти Привык расплачиваться По счетам брата Ну-ну Галь, подожди Рустик, у меня куча дел Это уж точно Я вот все никак понять не могу Что там у них произошло Может у них какой Новый свидетель появился Или этот Вещдок Ты же была у следователя Ну Что он тебе сказал Ну не могли же человека Просто так взять и забрать Могли не могли Рустик Занимайся своими делами А в это не лезь Без тебя тошно Но Галь, но Алло, Святослав Да, это я Я только что был в морге Разговаривал с патологоанатом Он подтвердил Диагноз врача скорой помощи Обширная информация Так что Геннадий ваш Умер естественной смертью Эта история Ничем не поможет Рябинову, увы Насчет отца Пока мало информации Известно, что он взял билет До Воркуты Сел в поезд Ну да Чтобы послать Запрос Нужен официальный повод Калофелином у нас здесь и не пахнет Ну что же Я постараюсь проверить По неофициальным источникам До связи А здесь посмотри он какой молодой, веселый Такой жизнерадостный Анюта, милая, ну держись, держись Слушай Надо держаться Да Да, я знаю Я вот думаю Он всю жизнь на нас положил После смерти мамы так и не женился Все о нас с Диной хлопотал Чтобы нам лучше было Да, он вас очень любил Иногда даже слишком Послушай, а может быть вот эту Увеличите, будет хороший портрет Для кладбища? Ну я думаю, что Надо выбрать там, где он посерьезнее Да Я думаю, что вот эту Хорошо, давай вот эту Да, но не забудьте Фотографии нужно заказать две Одну для поминок в дом Вторую для кладбища И рамки Рамки обязательно должны быть строгие Хорошо, Анюта, я сегодня же этим займусь Так, ну что мы еще забыли с тобой? А? Зеркала Все зеркала нужно завесить Хорошо Но это недолго Виктория Андреевна, меня волнует другое Что с Диной? Она приедет? Конечно приедет Я же обещала К вечеру будет здесь А почему так долго? Что, нельзя это сделать пораньше? Нет, Анют, никак нельзя Ну ты же сама знаешь Дорога до школы не близкая Не беспокойся, она приедет А кто ее привезет? Я позвонила в школу Договорилась, ее привезут на школьном автобусе Все будет нормально Ну спасибо, Виктория Андреевна Сыновья, как она все это воспримет? Ну постараемся как-то деликатно ей все объяснить Только знаешь, что Анюта Что? Давай это сделаем после похорон, а не до А почему это? Ну девочка будет уставшая после дороги А ты хочешь сразу все это ей вывалить И я боюсь, что для нее это будет серьезный стресс Нет Нет, я хочу, чтобы она простилась с папой Как с родным человеком Хорошо Как знаешь Посмотрим Ну что, гражданин Рябинов Теперь картина с вами предельно ясная Что со мной ясно? А то, что вы в сообществе с преступным авторитетом Дерябиным Убили Ярослава Романова И дважды покушались на жизнь его брата-близнеца Святослава Романова Что? А то А не надо строить здесь из себя оскорбленную невинность Взрыв в клинике покушения? Но я же его тогда спас Верно А потом, когда узнали, что он женился на вашей бывшей невесте В сговоре с Дерябиным Снова пытались его убить Что за бред? Какой сговор? Бред, значит Вы были в ночь убийства у дома Романова? Да был Мы подрались, выяснили отношения и разошлись И гражданин Дерябин почему-то там оказался А потом пошел и убил Романова Скажете, случайность? Я не знаю, я не знаю почему А я знаю, знаю Таких случайностей не бывает Тем более, что потом случился этот пожар Какой пожар? Поджег квартиры Романова Сразу после вашего выхода из тюрьмы Какой поджег? Преднамеренный поджег Вы что, думаете, что я мог Асю поджечь? Зная, что она в этой квартире находится? Успокойтесь Успокойтесь, Рябина Лучше расскажите мне, как вы провели тот день И во всех подробностях Ну, вышел я А что рассказывать? Ну, был я у Васи, да? Был днем Никакого пожара там не было Потом я вернулся в цирк и лег спать Вот и все Спали, значит? Да, мертвецкий спал Ну, а кто это может подтвердить? Да, кто угодно Жена моя, директор цирка Вальдемар Жена? Боюсь, что ваша жена утверждает совсем другое Я такая-то, такая-то заявляю, что мой муж Иван Рябинов В тот день был у своей бывшей Так В казино Был пьян Лег спать Когда поздно вечером я заглянула в нашу гримерку Ивана там не было Ну, давай, отвечай Аппарат абонента выключен Или на... Черт, черт, черт Ну, где этот козел? Итак, в тот день вы были У своей бывшей невесты Соколовской, ныне Романовой Вы это подтверждаете? Да Она вас выставила Вы направились к Взино Правильно? Да Хорошо Там вы встретились С вашим бывшим подельником Гражданином Дерябиным Известным вам, как Петр Аркадьевич Сорокин Вы с ним случайно встретились? Ну, вы эти сказки своей бабушке будете рассказывать Вы встретились и стали обсуждать Мокрое дело, которое вам никак не удавалось довести до конца Убийство Святослава Романова Ведь уже выяснилось, что Дерябин по ошибке убил Ярослава, а не Святослава Романова Вот он и Подговорил вас в очередной раз на поджог Но я... Помолчите, Рябинов И так из казино вы отправились в цирк И притворились мертвецки пьяным, чтобы все думали, что вы спите А на самом деле На самом деле Вы направились в дом Романова и подожгли квартиру Потом вернулись в цирк Но одного вы не учли Что ваша жена еще раз заглянет в гримерку И вас там не обнаружит Вот здесь вы прокололись Да Но самое интересное, что во всех трех эпизодах У нас фигурирует Петр Аркадьевич Фигура весьма колоритная Он матерый уголовник, вы это знали? Нет, я этого не знал А зря, а? Ведь его соучастник Нет, я готов допустить, что Мотивы у вас были разные Но интерес-то общий Так что, Рябинов Привлекаться вы у нас будете, как Участник организованной преступной группировки Теперь вам все ясно? Фух По-моему, отлично сегодня порепетировали Я был в ударе Хочу сегодня после представления Вечерком сходить к Маше Вдруг они со Светланой приехали Так и будешь мотаться туда целыми днями? Да, как поезд Прось бы встаню Туда-сюда, туда-сюда, сюда-сюда Может, в окнах свет появится Что же это у нас в цирке происходит? Прям как зараза какая-то Ты о чем? Да о том, что все как один влюблены И все при этом несчастны Только, кажется, Асе одной повезло В каком смысле? Ну, похоже, она помирилась со своим мужем Вид у нее больно счастливый У нас в цирке был один специалист В блинам Алена буфетчица Остальным и в голову не приходило Печь блины Ай, он не переворачивается Это нормально Ты же первый раз это делаешь Давай-давай, работай Нам еще штук сорок нужно напечь Анюта велела, чтобы была целая гора Ай-яй-яй Ой, телефон Последи за ним, а пожалуйста Да, алло Да, это я А что? Хорошо, я приду Что случилось? Кто тебе звонил? Это из прокуратуры И просили меня прийти Может быть, это за мной опять Или это Ваня касается Я не знаю Что мне делать? Успокойся Возьми себя в руки Если бы это было что-то серьезное Они бы сами за тобой пришли Умеешь ты успокоить Не волнуйся, я пойду с тобой, хорошо? Я вообще теперь всегда буду рядом с тобой Ну и что мне делать? Я не знаю, что мне делать, правда Весь цирк на меня волком смотрит Все сочувственно спрашивают А где Ваня? Ой, Гала, а где Ваня? Не позавидуешь тебе, Галка Ой, не позавидуешь Ну это ведь я дура Я собственными руками засадила мужа в тюрьму И все держится только на моих показаниях Значит, я могу его вытащить И чего задумала в этот раз? Может уступить следователя? А что? Вопрос непростой Сама смотри Собственно говоря С одной стороны Че от тебя убудет, да? Ну да, че от меня убудет-то, а? Тем более ради такого мужа, как Ванька На многое можно пойти Вот только с другой стороны Ну вот это с другой стороны Меня как раз интересует Семью разрушить можешь Прикинь Ванька вернется Если б все это шит-крыто было А то как узнает А как он узнает? Как узнает? Добрые люди, они всегда находятся Че смотришь-то? Тебе ли не знать? Вот и представь Узнает Ванька, что ты ему изменила Ты ему как в глаза-то смотреть будешь? А? Нет, не буду Нет, все точно решил Нет, не буду Войдите Так Святослав Алексеевич Я вас, кажется, не вызывал Я просто хотел бы напомнить вам, Петр Алексеевич Простите Петру Васильевич Что моя жена будет давать показания Только в присутствии своего адвоката А без него она и рта не раскроет Вам это понятно? А при чем здесь адвокат? Вашу жену вызвали как свидетеля Ей предстоит очная ставка с подозреваемым Его сейчас приведут Так что будьте добры, покиньте, пожалуйста, помещение Очная ставка? Ась, ты как? Ты готова? Может быть, подождем Ольгу? Нет, все в порядке Спасибо, Слав Я встречусь с Иваном Романов Вы меня слышите? Будьте добры, выйдите из кабинета Ваня Присаживайтесь, Рябинов Ну а вы что стоите? Присаживайтесь, Романова Начнем Ну вот Кажется, совсем справилась Все нормально, Анюта Фотографии я заказала Завтра утром будут готовы Да Вот Рамочки выбрала, посмотри Интересно, какие Хорошие То, что надо Спасибо, Виктория Андреевна Я смотрю, ты с зеркалами уже закончила Умница Да, все готово Дина Скоро приедет А то я вся извелась уже Да ты не беспокойся Она вот-вот будет А Ася и Слава где? Не знаю Ушли куда-то Дела, наверное Да нет Развлекаться пошли, наверное Молодая жена Новая игрушка Зачем ты так, Анюта? Мне кажется, Слава очень неискренне относится к Асе Мне кажется, по-настоящему Ее любит А мне нет дела до его любви Вы обещали, что он будет присутствовать при разговоре с Диной Конечно Я его уже предупредила Я надеюсь Вы сдержите Своё обещание Скажите, Романова Рябинов заходил к вам в тот день, когда подожгли вашу квартиру? Да, заходил Мы с ним давно не виделись И, конечно, после того, как он вышел из тюрьмы Он зашел ко мне повидаться Это вполне естественно Мы же с ним Я не прошу давать оценку его действиям Просто сообщите мне факты Вот и все Итак, он зашел к вам Вы его в тот день приглашали? Нет Но он же мне родной человек И он может заходить ко мне в любой момент, когда он захочет Впрочем, как и я к нему Хорошо О чем вы с ним разговаривали? Обо всем понемногу О его семье О будущем ребенке О моем муже Мы очень хорошо с ним посидели Попили чайку А потом он ушел Во сколько он ушел? Я не помню Где-то днем Рябинов Вы подтверждаете Все сказанное Романовой? Все-таки было? Да, примерно так Хорошо И в тот день вы его больше не видели? Нет Ну что ж Спасибо Романова Можете идти Вы свободны Всего хорошего До свидания Передачу тут такую хорошую смотрела На днях Короче, в этой передаче Муж застал жену с любовником И что? Ну что? Хлобысть его По роже Тот головой об косяк И с концами Умер На мертвей не бывает Ну, забрали, естественно, его А жена что? Жена Жена у следователя Тот ей говорит Переспишь со мной Оформлю твоему мужу Как непреднамеренное убийство Ну, то есть случайно Ну, понятно Ну, вот А если не переспишь То будет как преднамеренное И на полную катушку Потом говорят Че тебе терять-то? Че, девочка что? Да, сволочь, а Нет, надо же Вот В такой ситуации Вот они нам руки выкручивают Ну, он-то может и сволочь Ну, ты и дальше-то послушай Короче, значит Женушка Бежит к своему В СИЗО И рассказывает ему Что следователь ей Вот такой расклад предложил Ну, то, значит, как будто бы Так На полную-то ей не отвечает А наметчик дает Что, типа, сдохну я тут Дорогая моя Ну, все Че и остается Зажмурилась Зуб стиснула И прыгнула К этому гаду-следователю В койку Ну, мужика он отпустил Тот домой приходит И говорит Ну, шо, скотина Изменила мне В очередной раз И бросил ее Бросил? Осталась она У разбитого Корыта Так что Ты подумай Сто раз подумай Галя Ну, рассказывай, как там Иван? Ничего Держится О чем тебя спрашивал Следователь? А он спросил Был ли у меня Ваня В тот день Когда подожгли Нашу квартиру А он у тебя был? Да, был Мы с ним поговорили И выяснили отношения Я об этом не знал Извини, я не сказала тебе Тебе, в принципе Не зачем передо мной извиняться И я Мы же говорили на эту тему Ты не обязан Передо мной отчитываться Да, конечно Знаешь, если честно Ваня такой расстроенный Был в тот день Понятно Только что из тюрьмы вышел Да нет Не в этом дело Просто ему было Жутко тяжело От того, что я вернулась К тебе Но я не хотела Давать ему надежды Понимаешь И сказала Что это мое Окончательное решение И я буду жить с мужем Вот Так что он Ушел на взводе Такой Очень расстроенный Да Но он не мог поджечь Ну не мог А как думаешь Ему не очень повредит То, что я сказала Следователю О нашей с ним встрече В тот день Не думаю Мы же встречались днем А поджог Произошел ночью Ну да Идиотизм такой Я опять все порчу Ване Всю жизнь Да Но не волнуйся Насколько я понимаю Все это сфабриковано Сегодня при ней только Она развалит это дело В два счета Спасибо, Слав Ох, папа, папа Господи Что же они все звонят Да Да, алло Это дом Федотовых? Попросите, пожалуйста, Алексея Его нет И не будет Неужели удрал, сволочь? Значит, бросила все дела И приехала Улья твой должник Да уж Теперь ты точно со мной Вовек не расплатишься Прошу Ты, наверное, голодная? Да Мне кажется, я бы сейчас слона съела В самолете сам знаешь, как кормят Но значит, заказываем много и вкусно Только держись, надо будет все осилить Ну, рассказывай За что снова взяли Ивана? Его подозревают в поджоге моей квартиры Неплохо Ну, а если окажется, что он В самом деле ее поджог Ты по-прежнему захочешь его вытаскивать? Маша Диночка, ты устала? Еще бы Я полдня отряслась в этом дурацком автобусе Может, вы мне объясните, наконец Какого хрена вы меня вызвали из школы? Диночка, ты присядь, пожалуйста Ну, я села Дальше что? У нас в доме случилось несчастье Умер Геннадий Завтра похороны Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»